У меня есть конкретное предложение, с которого начну и просто прошу его запомнить. Мы перестали писать рецензии на работы друг друга. Чем занимает спортивная сторона очень активно? Я на себя беру обязательство приобрести вот эти книги и написать по поводу них позитивную рецензию. Я предлагаю всем, кто занимается научной деятельностью, публицистикой, взять на себя тоже такие обязательства. Записать рецензии на работы, крупные работы. Это и прочесть тяжело, я уже не говорю, как написать. Вот там со своей стороны я недавнюю публикацию могу предложить по рецензию. Называется книга «Грани русской революции». Это довольно крупный труд, например, вот как вот эта толстая книжка, в которой я известную информацию с малоизвестной соединил. И взял, разобрался с тем, что, в общем-то, от чего у нормального человека возникают приступы тошноты. Это первые съезды Советов. Стенограммы. Ими никто не занимался, никто их не разбирал. Я тщательно разобрал, о чем они там говорили, кто говорил. Порядка двухсот биографий всех, кто там был. И из этого понятно, что это абсолютно антирусская так называемая революция, государственный переворот вместе с февральским. Все они там были заодно. Февраль с октябрем – это одно и то же. Один и тот же процесс и одни и те же люди. Это я как бы предлагаю. В этой книге, кстати, сказано, что никакого бегства с фронта не было. Это ерунда. Предал тыл, а не фронт. То есть фронтовики, которые приезжали на те же съезды Советов, это были абсолютно антибольшевистки настроенные люди. Абсолютно. Даже если у них были какие-то социалистические иллюзии. Они все были за продолжение войны. Против разложения армии, против бегства, против дезертистства и так далее. Фронт не предал. Вот это конкретно историческая информация. Фронт в Первую мировую войну не предал. Предал тыл. Предали чиновники, предали тыловые генералы. Разбежались эти маршевые роты, которые должны были сменять. Интеллигенции и так далее. Фронт до последнего стоял. Фронт до последнего стоял. А вы пользуетесь устаревшей информацией. Еще одна конкретно историческая информация. Только недавно отметили столетие образования СССР. Абсолютно точно, это я выяснил со стопроцентной точностью, сто лет назад, в 22-м году. СССР создан не был. Ни юридически, никак. Это прямо следует из стенограммного съезда, где Фронт заподнялся и сказал, так, мы вам тут раздали проектик, мы проголосовали, ну а теперь вы разъезжаете все делегации по своим регионам, там обсуждаете, присылаете нам поправочки. И мы будем, то есть это означает, мы приняли что-то такое в целом, но документ, декларация не превратилась в действительно создание СССР. Да и невозможно было создать, потому что субъекты не были созданы. СССР не был создан. Украина наполовину, там, когда образовывалась, была наполовину под германцами. Белоруссию дважды создавали, непонятно, какой момент считать действительно созданием, и что это было создание, кто съезжал, случайные люди входили в зал и голосовали. Вот процесс создания государства. Не было создано государство. Был создан политический режим, а государство не было создано. Можно, там, может быть, Конституция 1936 года, можно под вопросом сказать, может быть, она оформила государство, ну, может быть, и нет, но это предмет дальнейших исследований. Вот. Сказать о том, чем занимаюсь сейчас, в связи с темой, которая была заявлена, история пропаганда. Пропаганда, конечно, пожирает историю. И текущие задачи пропаганды, которые иногда называются победобесия, конечно, уничтожают историческую правду. Не случайно архивы закрыты, архивы Красной Армии, архивы Великой Отечественной войны, архивы спецслужб закрыты до 2040 года. Ну, видимо, уже до окончательного решения русского вопроса. Вот вы знаете, наверное, это словосочетание «окончательное решение», оно принадлежит нацистской Германии, и оно интерпретировалось как «тотальное уничтожение евреев». Вот так у нас вот сейчас окончательное решение русского вопроса дозревает. Вы прекрасно понимаете, что ради пропаганды объявили русско-японскую войну проигранной, хотя она была прекращена, а не проиграна. Революция полностью изолгана вся, убийство государя полностью изолганное до сих пор продолжается. Это ложь, связанная с екатеринбургскими останками, и это показывает, насколько прошлое связано с настоящим. То есть это фактически идет уничтожение церкви, если вы не заметили, то этот инструмент – это уничтожение русской православной церкви с екатеринбургскими останками. «Гражданская война» – история не написана, советская не получилась, не смогли ее написать. Фальшивые герои были выставлены в советское время, и так про них и продолжают. Фрунзе, Чапарев и так далее. Сейчас немножко ситуация меняется, конечно, и альтернативные источники возникают, но они не являются доминирующими, преподают все то же самое. Ну, понятно, там, межвоенный период, кто же там свои безобразия, а я становлюсь на военном периоде. Это вот ядро, правильно, это ядро нынешнего мировоззрения правящей группировки. Здесь изолгано тоже все, абсолютно все. То есть история Отечественной войны не написана. В советское время выпускался восьмитомник, который невозможно было читать, потом уже переиздавался, и это продолжается, начертничество продолжается до сих пор. Это меня глубоко трогает, потому что в моей семье ветеранов более чем достаточно, причем не просто ветеранов, а фронтовиков. И они никогда не праздновали 9 мая. Они поминали, они скорбели о тех временах, а вовсе не праздновали. У них слезы радости никогда на глазах не выступали. Более того, они никогда не выходили в этот праздник, к могиле неизвестного солдата, или куда они там шли в гости, никогда не одевали ордена. И вот сейчас, то, что сейчас мы видим, вот это рассыпание, как будто, знаете, все эти Остапа Бендера ордена, медали, так вот прямо вот раз мы продолжаем, там можем повторить и так далее, это, конечно, позорище. Но есть конкретная информация. Позорище, что за мальчиков? Вы помолчите, пожалуйста, не ваше слово. Вам дадут слово, будете разговаривать. Перебивайте, пожалуйста. Я воюю на своем посту. А вы по туда съездите? Серьезно, кто прислал вас? Достойный. Я продолжаю дальше. Я дальше продолжаю конкретно историческую информацию. Первое. Это то, за что поплатился своим постом глава Госархива, которого Бединский, будучи министром, выгнал со своего поста. Это публикация правды о 28 панфилосах. Есть настоящий герой, есть фальшивый. Еще сразу после войны проведено было расследование. И эта секретная папка осталась в архиве. И она была опубликована. Это секретная папка, которая со стопроцентной правдивостью свидетельствует о том, свидетели были опрошены, они еще были живы. То есть полное расследование произошло. Но это положили под сухну, потому что неудобная информация. Герои панфилосской дивизии были. 28 панфилосов не было. Но как же мы же уже фильм сняли? Вот это логика Мединского мысли. Мы сняли фильм. А не было 28 панфилосов. И все танки, подбитые этими панфилосцами, это на самом деле танки, подбитые панфилосской дивизией. Не группой 28 человек, а всей дивизией. Это к чести Госархива, надо сказать, что после снятия головы Госархива они оставили эту публикацию. И сейчас я ее с удивлением обнаружил. Она на месте полностью. Все, вот эти документы 40-х годов, они все опубликованы, сканы лежат. Пожалуйста, каждый может это увидеть. Второй пример, это Катынское дело. В 43-м году Ебрис создал международную комиссию из пленных. Раскопали, показали, что НКВД расстреляло польских офицеров, взятых компанией накануне. Потом, в 44-м году Сталин создал комиссию Бурденко. Они раскопали то же самое, сказали, это нацисты расстреляли. Потом, в 90-е годы, какие-то взаимоотношения с Польшей, и надо было в обратную сторону снова перевернуть ситуацию. Снова главная военная прокуратура исследовала это дело и объявила, что да, НКВД расстреляло. Я, наверное, один из немногих непричастных к расследованию лиц, кто листал это дело, добившись, пользуясь своими возможностями, читал заключение главной военной прокуратуры. Все засекречено, естественно, никто не даст прочесть. Ну, по крайней мере, я в подробности прочитал это все. Делаю там 200 томов, конечно, я никогда не прочитал. А заключение я прочитал с большим вниманием и могу сказать, что это полная халтура. Вот то, что делала главная военная прокуратура, это полная халтура. Впоследствии глава главной военной прокуратуры стал академиком. Замечательно. Вот, видимо, так же занимается история, как и раньше. Следующее, ну, это как бы не буду в подробности впадать, это отдельный вопрос. Публикации тоже есть на этот счет. Очень коротенечко. Бабий Яр. Фильм создали, ну, там, во многих местах фигурируют. Бабий Яр. Чрезвычайно комиссия вроде бы что-то расследовала. Раскопали хотя бы одну могилу. Нет. А их потому что там нет. Ни одной. Понимаете? Ни одной. И нам вешают лапшу на уши, выражаясь ненаучным языком, в течение десятилетий. Потому что на митинге, в общекиевском митинге городском, было принято решение обратиться в политбюро о том, что здесь было расстреляно 100 тысяч человек. Потом цифра повысилась до 300 тысяч. Потом некоторые из придворных историков объявили, что 300 тысяч расстрелянных в Бабий Яре это евреи или в подавляющем большинстве евреи. А когда вопрос встал о документах, а ничего нет. Ничего нет. А там их нет захоронений, потому что их сжигали. Трупы сжигали. Где печи? Печей нет. Где свидетели? Свидетели весьма странные. Когда попытались на Нью-Йоркском процессе эту тему обсудить, оказалось, что нечего обсуждать. Нечего обсуждать. Ничего не расследовано. И не случайно, сразу после войны, Бабий Яр превратился в городскую свалку, которая там была в течение 10 лет. Не было ничего. То есть полностью, целиком, фальсифицированная история. Есть история, например, Хатыни. По Хатыни все расследовано. Единственное, что все время прятали, а кто же расстрелял? Ну, немцы, конечно, немцы, все на немцы, все свалим. Кто расстрелял? Ну, казалось, что не немцы расстреляли, там пара офицеров, может быть, и была немцев, а все остальное, это были в основном украинские коллаборационисты. Вот, и когда эту историю предметно смотришь, там много деталей возникает. Вот, а более важный вопрос это Нюрнбергский процесс, который тоже является одной большой фальсификацией. Этим я занимаюсь в последнее время достаточно предметно, написал, четыре книги, пятую наполовину написал, но все еще смежные темы в идеологии, там и так далее. С идеологией нацизма никто не боролся, потому что боролись с фашистским государством, а с идеологией бороться большевикам очень тяжело, они, для них это социально близкие, это что же социалисты? Почему их стали называть фашистами? Ну, потому что это национал-социалисты, национальные социалисты и с этой стороны социалисты. Пропаганда, антинациональные, интернациональные. Но все равно социалисты. Вот социалистам с социалистами воевать пропаганда не позволяет создать какой-то убедительный продукт. Поэтому вот заменили словом фашист. И до сих пор это слово гуляет. Плохой человек это фашист. Политический оппонент это фашист. А фильм, а фильм, а фильм, Так вот, Нюрнбергский процесс, я дам информацию, которую наверняка здесь, я почти уверен, что никто ей не владеет. Первое, Нюрнбергский процесс проведен без какого-либо международного соглашения. Как мы знаем, у нас есть международные суды, заключается соглашение, которое подписывается главами государств, а потом ратификация в парламентах. Ничего подобного не было. Это просто группы направленные, ну вы уж как-нибудь там организуйте и судите. Ничего, уровень это, ну вот, главным обвинителем был со стороны Советского Союза Роман Руденко, по-моему на тот момент генерал-лейтенант и прокурор Украины. Сталинский расстрельщик, который потом 27 лет был генеральным прокурором СССР. А на его руках кровь тысяч, тысяч и тысяч людей расстрелянных тройками, в которые он входил. Вот такого человека они отправили, и он фактически решал, практически все решал. Там и его выступления в духе сталинских процессов по стенограмме можно увидеть. Это первое, значит, никакой правовой основы. Второе, то, что создано, устав трибунала, означал отказ от основополагающих правовых принципов. Например, принцип «без закона нет преступления». Это как бы всем юристам прекрасно известно. Ну, для нас это, что закон не имеет обратной силы. Ну, нет, не совсем правильно, но главное. Если в этот момент не было такого закона, по которому ты виноват, то тебя нельзя судить за это задним числом. Ну, выдумали и эти законы, и эти процедуры. Это первый юридический момент. Второй юридический момент. Мы признаем доказательствами то, что сами сочтем нужным. А что не сочтем, не признаем. То есть, если адвокаты просят приобщить какой-то документ, то суд сам решает, а стоит или не стоит. Вопрос, знаете, может быть, относимость, допустимость доказательства. Эти вопросы все были выброшены. Третий момент. Перед нюрнбергским процессом никто не знал, за что судить, потому что не были сформулированы вот эти самые основополагающие принципы. Поэтому допросы вели в тюрьме Шпандау, но следователи не знали, о чем допрашивать. Допросов очень много. Я раскопал только по одной персоне, по Альфею Дорзенбергу, который меня интересовал еще как философ. Ну, я поэтому и стал копаться. Я все нашел большую часть, подавляющую большинство, 26 допросов. Я 23 допроса нашел, перевел их, и опубликовано на английском языке было только 5 допросов. Я перевел все. Могу сказать замечательную вещь. Все допросы велись на английском языке, они переводились на немецкий, с немецкого ответа на английский. Стенограмма на английском языке. Розенберг английского не знал. Соответственно, он прочесть протокол не мог. А там и подпись его не стоит. Там стоит подпись следователя, подпись переводчика, подсистемографиста. Все. А некоторые допросы вообще не подписаны. Как только появился... А, всего 3 человека, вот эти и присутствовали. Больше никого. Никого не интересовало. Сталинские представители приехали на 2 допроса. И вместо допроса там ругань просто началась. А вы так, а ответы были... Поругались, поругались, а протоколы подписаны. Подписаны не были. Не были записаны. Следующий момент. Документы, которые... А, да, еще скажу, что расследованных дел на Нюрнбергском процессе не было. Ну, казалось бы, мы всегда привыкли в суд. Это следователи приносят дело, там, или стопку вот такую большую. Есть дело, оно рассматривается. Расследованных дел на Нюрнбергском процессе не было. Основным источником информации, претензий были архивы нацистской Германии. Ну, казалось бы, ну какие... Вы видели хотя бы один документ из этих архивов, чтобы опубликовали? Сказали, ну смотрите, какой ужас они планировали. Ну, смотрите, какое безобразие. А нечего показывать. Публике показывать нечего. Поэтому нам рассказывают, что эти проклятые фашисты, они там поубивали очень много людей. И, ну, поэтому мы просто вам обобщенную информацию даем. Именно по этой причине на русском языке синограммы Нюрнбергского процесса и документы не были опубликованы, несмотря на то, что было соглашение о том, что все будет опубликовано на четырех языках. На русском языке был опубликован сначала двухтомник, а на английском языке 42 тома, 600 страниц примерно, а в советское издание два тома, потом выпустили Семитомник под редакцией того же самого Руденко. В наше время сейчас энтузиасты выпускают синограмму, и сейчас выпущено 9 томов синограммы в электронном виде, можно найти 14. Ну, я думаю, к столетию, может быть, Нюрнбергского процесса, наконец-то закончится это издание. Но это еще без научного аппарата, это еще без исследовательской работы. Когда же это закончится? Да никогда, значит, эпоха пройдет, это все забудется, как времена Куликовской битвы, вот и изучайте, кому это интересно. То есть, ну, фактически идет фальсификация до такой степени, чтобы ни у кого не возникало вопросов. Но они вот возникают, мне так повезло, что я как-то этим занялся и увидел вот этот ужас. Ужас с документами. Документы, поскольку я много раз присутствовал в суде, как эксперт со стороны защиты по политическим делам, то я себе представляю, какие документы вообще рассматриваются в суде. Вот 90%, больше, 95% того, что называется документами Нюрнбергского суда, это не документы. Это копии или копии-копии. Где находятся копии, толком никто не знает, потому что те копии, которые сделаны, был такой фотостатический метод, он давал негативное изображение. Эти копии сделаны непосредственно перед процессом или сразу после процесса. А вот новых, отсканированных, которые в цвете были бы, там, цветным карандашом там иногда, этого ничего нет. И даже вот на этих фотостатах, ты смотришь, а это не документ, это просто на немецком или на английском написанный текст. Ну, на английском там это уже переводы были, переводы тоже считаются документами, они там где-то хранятся, и копии этих английских переводов тоже есть. Вот 95% это не документы. А вот таких документов, чтобы, ах, и шок, да, вот, а как же так это могло быть? Вы знаете, я не увидел ни одного. Ни одного документа, который бы меня шокировал своим содержанием. Ну, то есть, там, о массовых расстрелах, например. Ну, вот в Абби-Яр, да, нет документов по Абби-Яр. Или там о Катыни. По Катынинское дело достаточно подробно изучено, в принципе, там есть. Но Катынинское дело присутствовало в обвинительном заключении Нюрнбергского процесса, а в итоговом приговоре его уже не было. Потому что, когда начали опрашивать свидетелей, оказалось, что дела как такового нет. Что это все фальшивка, что это все выдумки. А истина-то очень простая, но трудно ее принять, что польских офицеров в Катыни расстреливали те и другие. Вот что, беда-то. А расследовать никто не хочет. Политически обусловленные решения принимаются вот насчет исторической правды. Ну, и приговор. Средний человек считает, что в Нюрнберге всех повесили. Ну, это не так. Было 22 подсудимых на большом Нюрнбергском процессе. 22 подсудимых. Из них 12 приговорили к казни через повешение. Бормана не нашли, его судили заочно. Геринг покончил с собой за 2 часа до повешения. 10 человек казнили. Остальные, 3 человека были оправданы. Остальные получили разные сроки. Замечательная ситуация с гросс-адмиралом Деннидсом, которому Гитлер перед смертью передал правление. Он знал английский язык. И когда он увидел, что в протоколах пишут, он потребовал, чтобы присутствовал при допросах офицер-подводник, который понимает, о чем он говорит. Но качество перевода очень плохое, надо сказать. И поэтому непонимание. Ну, видно, что как задается вопрос, он не понят. И ответ на что-то другое. Вот адмиралу Деннидсу удалось оправдаться до такой степени, что он получил минимальный срок из всех. 10 лет. Как в сталинских лагерях. За ничто дают 10 лет. А 25 уже дают за что-то. И подробности вот этого Нюрнбергского сюжета, они для нас чрезвычайно важны и для наших оппонентов чрезвычайно важны, поскольку они добились принятия в уголовном кодексе специальной статьи реабилитации нацизма. Где сказано, что не может быть никаких сомнений в фактах, установленных Нюрнбергским процессом. А какие факты в нем установлены? Я бы сказал, что процесс надо проводить заново, потому что масса дел либо не расследована, либо использованы фальшивки, либо, как на малых Нюрнбергских процессах, после Большого, там прошел еще цикл малых, использовались все методы сталинского дознания, включая пытки. И некоторые приговоры были отменены, а потом в порядке деноцификации в ФРГ многие приговоры и малых Нюрнбергских процессов были просто отменены или заменены гораздо более мягкими. И это говорит нам о том, что история Великой Отечественной войны в ее основополагающих пунктах не исследована, не изучена. И требуется большая работа в этом направлении, которая как раз препятствует вот эта большевистская мораль или большевистский аморализм. Что история это то, что мы хотим считать историей. То, что мы хотим считать подвигом, то мы и будем объявлять подвигом. А цель, конечно, историков, это правда. Никаких других аргументов не должно приниматься. Только правда. Вот давайте мы этим и будем заниматься. Спасибо.